Привет, друзья! С вами Лекарь Травинка. И вот сегодня я хочу рассказать вам об абрикосовой смоле. Я регулярно обследую свои деревья. И вот буквально на днях обнаружила смолу на абрикосе. Сразу скажу, что смола на дереве – это очень плохой знак. Дерево выделяет смолу, чтобы защититься от грибков, от болезней. Но для человека она очень и очень полезна. Поэтому мы снимем смолу и используем ее для своего здоровья. Ну а деревце я потом буду основательно лечить. Смола абрикосового дерева. Вот она перед вами. По-научному называется она камедь. Смола бывает абсолютно на всех деревьях. Самыми полезными считаются смола вишневого и абрикосового дерева. Про вишневую смолу я вам уже рассказывала. Вы найдете на моем канале видео. И там есть также и рецепты со смолой вишневого дерева. Ну и сегодня я расскажу, чем полезна абрикосовая смола. Но сначала нужно снять ее с дерева острым предметом. Например, ножичком. Казалось бы, всего капля смолы. Но в ней заключена суточная доза витаминов, необходимых организму. Это не лакомство, а сильное природное лекарство. И употреблять ее можно не больше одной чайной ложки в день. Растворить смолу в стакане горячей, но не кипящей воды, чтобы сохранить все витамины. Настоять 15-20 минут. Получается вот такой красивый настой с запахом и привкусом абрикоса. Его назначают внутрь при гастрите, язве желудка, 12-перстной кишки, заболеваниях печени и поджелудочной. Абрикосовая смола содержит орбидозу и галактозу, благодаря которым обладает обволакивающими свойствами и применяется для лечения воспалений слизистых оболочек желудка, кишечника и дыхательных путей. Нормализует функции щитовидной железы, чистит сосуды, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, лечит болезни печени и поджелудочной железы. Он нормализует кислотность, как повышенную, так и пониженную. Настой быстро нормализует обмен веществ. Улучшает пищеварение и помогает снизить лишний вес. Пить по одной трети стакана. Трижды в день за полчаса до еды. Продолжение следует... Продолжение следует...